Вот тут Никита пасёт. Я пришёл, говорю, берёзок теперь у нас попить тебе. Вот у меня своя есть. Ну, взял, попил. Вот коровы тут заходят. Вот и водичка у меня немножко есть. Вон, видно, блестит вода. Это лога, оставшаяся после потопа. Вот этот отлог назывался Масоловский. Последний тут жил Масолов. Иван Ильич. Смерть Ивана Ильича в Гватастово есть. В коробке вот они едят. Зелёная, потравка. Как хорошо пасутся. Иногда совсем не выгоняют. И я переживаю. Я говорю, праведник милые скоты свои, они счастливы не бережут. Кто бы это ни был. А мы выросли на полях, когда было мне 5 лет. Мы же с отцом были на поле. И отец, это был специалист. Тю жизнь. 40 лет пастухом был. 40-й год уже одну корову свою выгонял. Инвалид, без левой руки. И приучал нас. Однажды, говорит, пришла женщина. Одна. А перед этим было так. В табун к нему зашла какая-то корова. Ну, а отец этим сказал пастухам-то и говорит, какая-то корова. Они говорят, дядь, тише. Тихо. Дядь, тише. Так заколи ее, да и все. Он говорит, да как же так. А человек найдется и кого. Прошла, говорит, сколько, дня три. Женщина одна и пришла и говорит, мне сказали, вы тут пасете давно и да. А не встречалась ли вам такая корова? Я говорю, понял, хозяйка. Я говорю, а она вас знает? Очень знает. А где? Говорит, а вон она. Она посмотрела, правда, корова спокойно. Она закричала там, Маша, Маша. Корова замыщала, к ней подошла. Отец говорит, я не удержался, заплакал. Представь себе, я бы ел мясо. А у ней ребятишек трое. А тогда было строго. Потерялась корова. Плати корову. Со двора уведут. И вот так. Отец нас приучил к этой, к абсолютной честности. К нему привозили овечек, когда он пас. Даже начальник милиции ребрихинской, казах был. А отцу запретили брать других, но ночью тайно. У отца один был недосадок. У овца заплывали жиры. Вот так. А им надо уже казахам, чтобы овца была недохлая. И он приезжал. Самую большую обиду ему нанес был тут Щибисов. Афанасий Филиппович. Искусственно поддали ему героя социалистического труда, за не сделанные еще где-то. И вот Марья там или кто заплатит. Отец спас 6 что ли овечек. А она Афанасия Филипповича и не заплатили. А потом он распорил что-то с директором. Мануэлов Анатолий Сергеевич. И пошел через сидельник, взял и повесился. Один герой был на весь район. А отец наш, вот видишь как, может на мои деньги через сидельник купил. Они говорят, подохли, а я живу. Вот я все это вспоминаю. Думаю, никого ты не обманешь. Перед Богом это все. Видишь, как хорошо. Постепенно вымя наполнится. А еще тянутся-то, пить охота? Ну, вот девушка. Вот мы теперь шифер с той стороны перенесем сюда, чтобы коровы не разбодали это. Они любят щесать. Вот они где. Хорошо, что ты босиком ходишь. Это полезно. Окунпурное лечение, говорит. И там и сердце на подошве, и легкие. Все отображается. Я тоже, возможно, сесть, когда раздуваете, босиком пришел. Вот они пошли. Тут водичка немного есть. Они прямо чистенько я подпрошел. Вот там бульдозерист. Там, видать, даже немножко, если посмотреть. Вот здесь вот. Сейчас появится. Там наши дома. Вызвали всех этих. Петеримов, Янчуковых, Анатолий Васильевич. Это Кузьмич, видать, при смерти. В больнице был. Не хотел он идти, а послали. Он на 8 дней моложе, кажется, меня. Надежда Васильевна. Он вот так, дескать, еретиком-то и умирает. Он баптист был. Ну, что сделаешь? Ну, как-то бы сказать, помолиться, да причастить его. Я говорю, что? Клещами рот разжать. Он против этого был. Он воевал. Он всегда, всю жизнь против православия шел. А дочка, а мать-то верующая, это жена верующая. И три дочери все стали православными. А одна дочь священник, а другая диакон. Вот так. Это жизнь человека. Сейчас я покажу этот ложок. За ним мы тут ловили сусликов. Сусликов много было. А сейчас нету их. Вот как коровушки потянулись. Тут легко их засчитать, сколько есть. Вот сейчас я снимаю. Было больше. У одного барабаша 36. А сейчас он больше занялся посевами. У него 436 гектаров. Лише 73 гектара только добыл. Вот у барабаша, когда бы не пришел, еще бы не спросил, все, почем, где, никакой тайны нет. А что продаешь? И у него все благополучно. Видишь как? У нас корова была, мама дояркой была. Камолая. Камолая, когда рогов нет, а только выпуклое тут место. Спокойная, спокойная. И нас, ну тут лошадей пас, двоюродный брат. И говорит, а вы знаете такую корову? Вот я говорю, а такой нету, наверное. А как они в лок сошли? Он говорит, а он в середине. Куда бы стадо не повернуло, вредная корова, она сразу на ту сторону. А это в середине. И молоко густое, густое. И она была мамина. И мама ее маленько не додоила. А мы когда выгоняли сюда, мы под нее залазили, доили прям в рот себе. Есть-то нечего было. Корова была, а молоко сдавать государству. Вот государство-то какое было. Я теленочкой говорю, потом насчитать можно. Вот они где. Дивные дела Господни. Все.